Ситуация трудная, но делается все, чтобы ее изменить. Без света в регионе накануне остались 20 населенных пунктов. В них проживают около 7 тысяч человек. Ликвидация последствий циклона продолжается до сих пор. Энергетикам предстоит вернуть электричество еще в 9 сел автономии. О сегодняшней обстановке в Ленинском районе. Алексей Калашников. Снег с дождем в ноябре – природное явление для автономии редкое. Обычная в это время года уличная температура уже стабильно минусовая. И осадки, если выпадают, то не тают, а укрывают землю белым ковром. Но в этом году погода преподнесла жителям области неприятный сюрприз. Наледь, по тяжести которой гнутся и ломаются не только ветви деревьев, но и столбы линий электропередачи. Такого энергетики Ленинского района не припомнят. Толщина льда на проводе достигала 5 сантиметров. Вдобавок к этому резкий ветер. В итоге свет погас практически во всех селах района. Произошло массовое обрывы проводов, падение, излом опор в основании, излом траверс, изоляторов. И, естественно, массовое отвлечение линий электропередач. Резервные линии есть, кольцо у нас везде есть, но оно тоже разрушено. Поэтому определяем, где быстрее можно восстановить. Данные о порывах на линиях поступали отовсюду. Статистика неутешительная. Более 50 опор повалено. В первую очередь восстанавливают электроснабжение социальных объектов, водозаборов и котельных. Где нет такой возможности, ситуацию спасают дизель-генераторы. Один такой резервный источник энергии привезли в село Калинино. А у нас все было нормально. Вода в запасе была. Тепло было как раз в три часа ночи же было это. Это все нормально. Все вовремя сделано. Тепло везде. В садике, в школе. В Калинино и еще одном селе Кукелево спасатели обеспечили подвоз питьевой воды, развернули пункты обогрева, питания и зарядки мобильных телефонов. Пользуются спросом у населения. Большей частью детей. Социального напряжения по отключению нет. Все снатепления ждут восстановления. Больше других перебоей с электричеством ощутили жильцы кирпичных двухэтажек. Но только в первые часы котельную быстро удалось запустить. Потеплее девались. Но это было недолго. Я думаю, что большой урон не нанесен непогодой. Мы топили печку, варили на печке. Водой мы запасаемся. У нас всегда стоят фляги с водой. Но небольшое количество. По 50-30 литров. На питье хватает. Ледяной коллапс стал непростым испытанием для жителей района. К утру среды электроснабжения самого Ленинского удалось восстановить частично. В семи селах света не было. Без него оставались почти 500 домов, в которых проживают примерно тысяча человек. Энергетики обещают до конца дня ситуацию исправить. Все объекты жизнеобеспечения обеспечены генераторами. Большое спасибо губернатору за это. Слава Иосовичу было доставлено вчера 9 генераторов. Своих у нас было 3. Все котельные запитаны. Поэтому вся инфраструктура обеспечена теплом, водой. Протяженность линии электропередачи в Ленинском районе 2000 километров. По расчетам специалистов и сетевой компании на устранение последствий природного катаклизма потребуется еще не менее недели. Алексей Калашников, Максим Сидичкин, Вести Бербиджан.